Приветствую вас. Я думаю, что вы всегда успеете решить, что делать в своей жизни, вот, и всегда можете абсолютно любое решение принять, да, вот, а вопрос заключается в том, чтобы, ну, наверное, не решать, во-первых, за другого человека, с кем ему быть, так сказать, если ваша жена, там, допустим, с вами, то, ну, как минимум, нужно уважать ее выбор, нужно принимать ее выбор, вот, нужно принимать, как бы, тот факт, что она решается, решает быть с вами, вот, и, в общем-то, мне кажется, что здесь за нее решать вы не вправе, это первое. Второе, как мне кажется, у вас очень занижена сумма оценка из-за того, что вы ждете, что с кем-то другим ей будет лучше, то есть, опять же, вы здесь не только решаете за нее, что ей было бы лучше с другим мужчиной, но не с вами, но вы еще и сравниваете себя с другим мужчиной, и, что важно, не в свою пользу, да? Дальше. Как мне кажется, вы воплощаете в себе культ такой мускулинности и силы. Вы не позволяете себе быть слабым, вы не позволяете себе проявить эмоции, вы не позволяете себе рассказать о проблемах, вы не позволяете себе по факту быть эмоционально открытым, эмоционально близким со своей женой, что, соответственно, и приводит к тому, что вам, ну, что вы вот так, вот так, в общем-то, и реагируете, чувствуете себя абсолютно изолировано. И, по факту, не живым, вот. Отсюда и проблемы в интимной сфере, безусловно, и, в первую очередь, наверное, то, что вы вот, ну, действительно собой не занимаетесь, вы действительно о себе не заботитесь, вы действительно не беспокоитесь о себе, вы очень многое на себя берете. Да, то есть вы очень много взваливаете на себя и, естественно, устаете, естественно, это очень тяжело. И, на мой взгляд, вам, ну, нужно вот за всеми этими моментами поработать. Потому что, ну, как бы, жить так очень тяжело и самое главное, что отношения без подобных проявлений эмоций, без подобных проявлений эмоциональных моментов, эмоциональных, ну, проявлений взаимодействия с вашей супругой, оно очень ограничено. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы пишете про момент, когда начинаются ваши проблемы. Начинаются они тогда, когда вы получаете броню нагрузку, вам тяжело, хотите сменить работу, но проблемы с документами. И, соответственно, тут с вами что-то, что-то произошло. Вот я думаю, что с этого момента, может быть, и раньше, но с этого момента вас подкосило то, что не получилось помнить работу. Вот вас подкосило то, что жене не до вас, что у нее свой путь и так далее. Да, но, смотрите, жене-то, может быть, и не до вас, но как и стало, не до вас. Не потому ли, что вы очень эмоционально закрыты? То есть, тут такое вот ощущение, что вы семью воспринимаете, ну, исключительно как обязанность, да, и исключительно как такой, во что нужно вкладывать. Вот, и отчасти это так, но помимо того, что вкладывать в семью еще и можно с близким человеком быть искренним. Ибо, точнее, даже не с близкими, а просто быть искренним. И транслировать свои чувства, транслировать свои эмоции, свои переживания. И, как бы, идея развода и любая другая идея, какого-то такого радикального решения, вопрос. Она, как, ну, как правило, стоит за собой несколько иные проблемы. Понимаете, у них несколько иные проблемы, о которых вам нужно поговорить. И, наверное, в первую очередь говорить об этом нужно с вашей женой. Вам будет проще, легче ей об этом рассказать, потому что это ваш один из самых близких людей. Вам будет проще, легче поделиться с ней не тем, что вы хотите ходить развестись или как-то еще по-другому, допустим, изменить или что-то еще. А именно рассказать ей о том, что привело вас в это состояние. Понимаете? Вот. И вы увидите, вы увидите, как изменится ваше состояние. Да, может быть, ваша жена, она примет это не совсем корректно. Может быть, для вашей жены это станет неожиданностью, но если у ваших отношений есть некий background, если у ваших отношений есть некая такая вот глубина, если у ваших отношений есть глубина, то мне как, мне, мне думается, она будет рада тому, что вы ей доверили. Но, с другой стороны, если довериться вы ей не можете, потому что, например, вам стыдно, например, вы боитесь или чего-то еще, здесь, конечно, лучше обратиться к специалисту и поработать с этим. И последовательно решая подобного рода проблемы, вы уже сами придете к тому, что вам делать дальше. Но, повторюсь, решать за другого человека, на мой взгляд, излишне самоуверенно. То есть, окей, вы можете решать за себя, но вы не можете решать за другого человека. По факту, у меня есть ощущение, что вы решили за нее, что вот, ну, что без вас ей будет лучше. Вот. Почему вы так решили? На каком основании? Почему вы позволяете себе решать за свою жену с кем-нибудь, считая, опять же, ее умные и сильные? Это очень большой вопрос. Как мне кажется, вы просто болели на себя слишком много, истощились и сейчас пребываете в безысходности относительно того, что осознаете неестественность образа, который вы создали у окружающих людей, вот. И, как бы, тот факт, что вы сегаситесь с этим образом, и невозможность вести себя по-другому из-за страха разочаровать других людей себе. Я знаю, что это трудно, я знаю, что это тяжело, я вас понимаю, но вам можно помочь. Вам можно помочь. Это то, что я могу сказать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.